друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал колесниковых на семью колесниковых да вы знаете сегодняшние ролики меня просто очень и очень посмешили особенно последние моменты я просто смеялась действительно по полной программе ну что ж обо всем как говорится по порядку начинаем мои хорошие продолжаются стрижки на дому лёшка корнает своих детей по полной программе видимо снимать действительно нечего что он этому посвятил аж целых два ролика подстригли никиту анжела смотрю прибежала подметать волосы метет волосы сама стоит голыми ногами ходит с метелкой и тут же ногами голыми ходит по волосам по грязному полу но нет слов далее на смену никите пришел максим у него уже очень и очень обросли волосы макс сидит недовольный очень расстроенный видимо ему уже все это порядком надоело и он не хочет стрижек от папы но как поется в песне тебе некуда деваться так и здесь да папа лёша как всегда со своими глупыми шуточками ну на умные шуточки там априори быть а умных шуточек не может справка в школе книг папа не читает с умными людьми он не общается вот в принципе несет поэтому всякий бред одно и то же каждый раз а давай говорит себе оставим так а давай вот так а давай вот так изгаляется папа лёша над максимом лёш а чего тебе слабо почему ты постоянно гнобишь своих детей а самому слабо в следующий раз не в парикмахерскую ехать стричься отдать себя в руки светочки так скажем на растерзание светочки и чтобы светочка тебя обкорнала оболванила просто как бобика а все бы дети и мы в том числе твои зрители сидели бы и смеялись и стебали бы тебя по полной программе анжела вообще смотрю просто трындец постоянно смеется над каждым папкиным словом гогочит когда видимо то отдает команду камера мотор поехали смеемся вот и ей знаете такое ощущение фигу покажи она тоже будет ржать всегда и вот в репертуаре у анжелы только слово горшок 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 под горшок она мечтала чтобы папа подстриг никиту потом максима видимо анжела все слова забыла знаете могу себе представить что будет после летних каникул с каким так скажем багажом знаний анжела придет в школу там наверное будут только такие словечки жрать срать срач зады рачком в общем все папины любимые выражения ну а еще конечно же к ним обязательно примкнут выражение мамины а половник вот так вот прэ крапива мелиса и так далее да анжела вы знаете все советуют папе советуют чтобы тот пацанов стрик под горшок что за фантазии подумала я непонятно далее анжеле видимо надоело торчать с папой и она перебазировалась к маме на огород говорит чичас максим чичас максима стригут как горшок в общем опять как горшок украшаешь говорит как будто бы торт да и тут вы знаете опять анжела думает о еде даже грядки мамкины в парнике ей напоминают почему-то именно торт может быть и правда подумала я анжелочка таки села на диету как знать друзья мои что думаете по этому поводу пишите за максом смотрю под ним а подметает уже настя да настя и тоже босиком в общем все там бегают босиком и настя и анжела и дарина и виталина все на свете далее на очереди у папки была дарина но любимица конечно же любимица у той все волосы в чем-то липком о чем папа озвучил обязательно надо было это сказать да бегает дарина как всегда не причёсанная благодаря маме теперь у светы на все есть про все как говорится оправдание не успела ты света что-то сделать я не успела потому что я огородница дарине почему-то обрезали как всегда только челочку подстригли я не знаю я считаю что ей надо было сделать каре потому что волосы у нее очень-очень тонкие и очень жидкие зачем ей сейчас их отращивать эти волосы в принципе по большому счету но некрасиво даже визуально смотрится одно дело если бы за этими волосами кто-то ухаживал тогда да а так мама детей вообще забила на детей по полной программе не причёсывает их не расчесывает не заплетает ничего с ними не делает в таком случае действительно дари не подошло бы просто каре было бы красиво было бы как-то более-менее ухожено не надо было бы каждый день делать прически просто ходишь хорошо тем более сейчас лето будет жара но видимо об этом никто даже не думает а насчет макса понятное дело что максу неприятно друзья мои вот как бы мы не относились до к максу и так далее но на самом деле неприятно пацану пацан подросток папка над ним смеется сестры над ним тоже прикалывается и все это друзья мои на камеру все это транслируется на ютубе но кому будет приятно когда его будут действительно гнобить тем более пацан старается вкалывает 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 вместо родителей вот только Леша не понимает на самом деле, какие последствия и плоды могут, может дать его вот это вот отношение к сыну, его гнобежка. Вы знаете, я смотрю очень часто всякие криминальные каналы, в том числе и на ютубе, мне очень нравится все это дело, и вот там как раз-таки очень много таких историй. Тогда родители гнобят своих собственных детей, а потом получают, либо сами родители, когда дети что-то совершают еще, так скажем, до своего 18-летия или до своего несора, до своего совершеннолетия, да, уже в семье. Либо потом дети такие, которых гнобили всю жизнь, гнобили родители, которых унижали, которых принижали, вот они все это в себе накапливают, 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 и потом уже, допустим, создают свои какие-то семьи, и дальше там творят просто ужасные страшные вещи. На самом деле это очень страшно. Лёше бы стоило бы просто задуматься об этом, а не сидеть, не гнобить своих детей, не читать вот эти непонятные комментарии глупых хомяков, потому что по-другому я их не назову, по одной простой причине, потому что все, что они могут написать, Лёша, Лёша, какой ты молодец, ты кормишь своих детей. Во-первых, это его обязанность, согласно вообще закону, да, согласно кодексу и так далее. А во-вторых, начнем с того, что Лёша не кормит своих детей, Лёша не ходит ни на какую работу. Да, кто-то скажет, Ютуб – это работа. Я согласна, если ты делаешь это на постоянной основе, Ютуб – это работа. Но начнем с того, что канал у них семейный. На семейном канале в основном показывают детей. Люди идут на детей. Соответственно, дети, они не то, что такие же работники на Ютубе и так же зарабатывают деньги, они еще в большей степени зарабатывают эти деньги. Поэтому здесь, я считаю, неуместно говорить, что Лёша кормит своих детей. Здесь уместнее сказать, что дети кормят как Лёшу, так и Свету. Так что на месте Лёши Колесникова я бы не стала так сильно забивать я своих детей и относиться к ним вот так вот, гнобить их, унижать их и принижать их. Лёш, надо прислушиваться к своим детям, а не вести себя так, что я сказал, значит, будет так. Потому что это все может вылиться в очень серьезные последствия. Вот именно после таких семей, в которых к детям так относятся, потом дети вырастают и творят какие-то жуткие, страшные вещи. Ну, а психологи потом, конечно же, это все дело, так скажем, оправдывают, потому что вот, да, была такая семья, были такие родители, которые не давали детям никоим образом вообще реализоваться даже в детском возрасте. Представь себе, Лёша, у детей тоже есть права, не только обязанности. Да, ну да ладно, как говорится. В общем, бедный Макс показывает далее нам участок, показывает участок, рассказывает о том, что он все прокосил. То есть, как мы с вами и предполагали. Лёша просто с косилкой стоял в кадре 10 секунд, постоял именно для своих же хомячков, а косил все это дело Макс. Да, все лето Максу будет некогда есть и спать, будет вкалывать за себя, как говорится, и за того парня, да еще и за папку. Ну, а дальше Света, дальше Света говорит, мы готовимся на собрание, на служение, кому как будет угодно, кому как будет удобно, мы готовимся в церковь. Света, в какую церковь, не гневи уже Бога, какая у вас церковь, если в православной церкви вашим детям воняет, как они выражаются. И на какое служение, так и скажите, собрались за халявой пожрать, попить и подарки получить. Тут уж точно не про веру и не про Бога. Далее жалуется она на свою любимую дочу, на свою дочу, как бы я сказала. Вот, говорит, бегает утром и вечером и ночью, приходит к нам, мешает Светочке и Лешечке спать. Оказывается, Даринка бегает, потому что она боится мух, сейчас вот она мух боится. Она у них постоянно чего-то боится, они ее напугали, а теперь она у них всего боится. В доме у них и мухи, и комары, колесниковы, а москитные сетки ставить не пробовали, всякие там фумигаторы и так далее, потратить на это деньги. Нет, наверное, это, конечно, для них слишком дорого. Ну, а вообще, по сути, они живут в лесу, естественно, здесь нужны и сетки, и все на свете. Про мух прикол, в доме у них вечно что-то хранится, всякие разные очистки, скорлупа от яиц и так далее. Все на свете. Свет, там уже под кроватями, сколько раз мы видели, уже ползают, особенно под детскими кроватями у Дарина и у Виталина. А на кухне, наверное, ползают вовсю опарыши, а Света нам все вещает про мух. Уверена, кстати, друзья мои, что вот эти вот мешки с вещами, которые благополучно приехали из Есентуков, еще так и не разобраны, стоят, стоят, стоят и будут стоять еще неизвестно сколько. А прошел уже почти год. Но и мне, когда они, в принципе, привыкли жить вот в таком сраче, для них, как говорится, им не привыкать. Далее Анжелка как зевнула на камеру. Слава богу, ее в этот момент не показали, но зев был ее просто впечатлительный. Мама Света спросила, чего? Ты, мол, тоже не выспалась. Это вместо того, чтобы сделать замечание своей взрослой дочки. Хотя, о чем это я говорю, друзья мои? В их присутствии чего только не было. И пердеж, и сопли, и все на свете. Так что, конечно же, зев Анжела Свету не смутил, не напугал, ну и так далее. Все, и Анжела, в том числе, в общем, родители Анжела, тоже жаловались на Дарину. Что та не дает им спать. Вот, вы знаете, я вот это слушаю, мне становится реально смешно. Спят целыми днями. Спят все, никто не работает. И все жалуются, что они не высыпаются. Свет, вы с Лехой дрыхнете до обеда. Если ваша любимая дочка, ваша любимица боится спать, что-то ей мешает, еще что-то, можно и с ней поспать. Можно и, как говорится, пожертвовать с собой, ничего с вами не случится. Вам рано утром, в 6 утра на работу не вставать, ничего. Доспите потом, доспите потом до обеда ради ребенка, вашего собственного, которого, между прочим, вы рожали осознанно. Ну, я так понимаю. Ну, да, и если только вот возьмете ее с собой в постель, если только она ночью вас не описывает, чуть-чуть. Ну, а что делать? Не приучила мамочка ребенка к горшку. Вот теперь, в принципе, мучается непосредственно сам ребенок. Ну, а далее, друзья мои, очередной влог. Вообще, прикол, поехали они, значит, на собрание, и, я так понимаю, на обратном пути решили заехать в парк. В кои-то веки папа решил вывести в свет свое святое семейство. Правда, были в парке, они не в полном составе. Не знаю уж, где были старшие дети. Неважно, это мне вообще неинтересно. Пошли Света с Лешей и с Дариной и с Виталиной гулять. Ну, что ж, а мы с вами засекаем. Сегодня 24 мая. Интересно, когда в следующий раз они куда-нибудь выйдут, именно всем семейством, все же почти лето, магазины, рынки, почту и прочие вещи мы в расчет с вами брать не будем. В общем, посмотрим, сколько таких вылазок будет сделано за лето. Ну, и вот пошли они гулять по парку, дошли до лошадей, подошли к жеребенку. Докопались до этого жеребенка. Дарина, вообще не понимая абсолютно ничего, взяла и подошла к жеребенку сзади и решила его похлопать по заднице, так скажем. Тот как взбрыкнул и чуть было не дал ей копытами по лицу и по голове. Знаете, ну, да, там кто-то из них засмеялся, смешно. А что бы было на самом деле, если представить, что действительно случилось бы то, что могло бы случиться? Но почему-то родители об этом даже не подумали, когда дети подходят сзади к лошади. Почему-то вот многодетные вот эти родители Колесникова об этом не думают. Папка пилил контент и даже не подбежал к своей любимице. Мамка очухалась только тогда, когда все это дело произошло. Слава богу, ничего не случилось. Но, видимо, им было этого мало, и они пошли уже дальше со своими маленькими детьми к лошадям. И детей туда повели. Леша сам, знаете, к лошадям не подходил. Ну, а Света, а Света в первых рядах вместе с детками. И тут в этот момент, друзья мои, вообще прикол. Позвонила баба Света. Ну, баба Света, тетя Света, в общем, кому как удобно. И, знаете, таким тоном надзирательницы спросила, а что это вы делаете? А где это вы? Мне это напомнило так. А ну, Леша, быстро, отчет мне. Где ты? С кем ты? Что ты делаешь? В общем, да. Почему-то тетя Света очень переживала, когда узнала, что они где-то рядом, значит, с лошадьми находятся. Переживала, чтобы лошадь таки не сгрызла руку. Руку Леши, я так понимаю. Тетя Света, а за другие места вы не переживаете? Только за руку. Странно, почему? Может быть, потому что тетя Света уверовала в то, что у Лешечки такие золотые руки. Я не знаю. Об этом, как говорится, история умалчивает, но мне реально смешно. А Леша, как заведенная пластинка, находясь рядом с жилой, все твердил тете Свете. Главное не подходить сзади. Главное не подходить сзади. Друзья мои, честно. Я вот смеюсь, потому что мне реально смешно. Я вот просто сначала поняла. Я-то понимаю, что Леша имел в виду не подходить сзади к лошади, чтобы она не взбрыкнула и не ударила копытом. Но это реально было смешно. Если не понимать, о чем говорит Леша, вот представьте. Тетя Света ему говорит, главное, чтобы не отгрызли руку. А Леша говорит, главное не подходить сзади. Главное не подходить сзади. В общем, кому не подходить сзади, да, тут каждый пусть понимает, как ему удобно. Друзья мои, честно, ну реально это было, конечно же, смешно. Далее тетя Света решила просто стебануть нашу Светочку. Ну, понятное дело, нашу, потому что мы о ней говорим каждый божий день. И говорит, да, что это Света такое таскает в пакете не иначе доллары. Вот, мол, на что Леша сказал, да, да, они посмеялись вместе над Светой. Леша сказал, вот, у Светы, мол, полны-полно сумок, но Света говорит, что сумки порвались. Я не знаю, какие сумки он имел в виду, может быть, какие-то котонки или авоськи, но у Светы нет никакой нормальной сумки, я ее никогда, в принципе, не видела. Может, и была, но уже порвалась, и, в принципе, ничего удивительного, да. Ну, а далее тетя Света начала подначивать зрителей, чтобы Колесниковым высылали нужные вещи в посылках, а именно сумки. Добрая тетя Света сказала, да, мол, а, Леша сказал, говорит, Света, смотри аккуратно, чтобы, мол, лошадь не кусила. А добрая баба Света сказала, да ладно ты, пусть Свету кусает, главное, чтобы детей не покусала лошадь. А ты, мол, новую себе возьмешь. Так, я шо-то не поняла, шо это такое? Шо это, как говорится, за шатание в рядах, баба Света? Что это вы тут такое удумали? Удумали, решили-таки избавиться от нашей Светочки и поменять Лешечке жену? То ли сама баба Света метит ему в жены, то ли кого-то Лешечке уже насмотрела, ну и нахалка. Плевать ей на нашу Светочку и на кучу детей. Я так понимаю, сама тетя Света, вот эта баба Света, точно больше не имеет возможности содержать Лешу. Иначе бы, да, сама приехала, прилегла бы рядом с Лешиком, а Светочке рот бы прикрыла подарочками. Ну, в принципе, все как обычно. А сейчас подначивает зрителям дарить ему подарки. О, как, друзья мои, сама метит в жены на Светкино место, а сама нищая. Нет, 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 Лешечке нужны состоятельные женщины, которые могут его содержать, а безденежные его, ну уж точно, не интересуют. Меня насмешило Леха, который сказал, да, что-то лошади не причесанные, не ухоженные. Леш, у тебя жена, ну вот без обид, ходит вечно не чесанная, раз в неделю причесывается, когда на собрание идет. И детей своих причесывает. На голове непонятно что, а ты за лошадей переживаешь. В общем, друзья мои, вот такой у меня получился обзор. Надеюсь, вам тоже смешно. Мои хорошие, всех целую, обнимаю, всем желаю прекрасного дня. Хорошего вечера, берегите друг друга, здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Ну и конечно же, всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии. Всем огромное спасибо, всех целую, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok